Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Сходоев Алексей. Рад вас приветствовать на вечернем уже старшем традиционном вебинаре, вводном вебинаре. Вводном это значит для новичков. Напишите, пожалуйста, меня, как видно, как слышно. Сегодня вебинар проведут два спикера, то есть это Сибиряков Сергей Анатольевич и я, Суходоев Алексей. Для начала давайте, пожалуйста, пройдем опросник, то есть в который раз вы присутствуете именно на вводном технико-экономическом вебинаре, потому что это очень важно. Мы стараемся достигать на вводном технико-экономическом вебинаре критериев, чтобы максимум у нас было именно новичков, потому что это именно вводная часть. Здесь мы даем нюансы, аспекты. Это элементарные вещи, о которых следует знать каждому человеку, который присоединяется к проекту Skyway. И, соответственно, на расширенных технико-экономических вебинарах мы берем обещания с людей, которые развивают Skyway, присутствуют на наших расширенных технико-экономических вебинарах. Сколько, скольким людям они готовы дать, соответственно, информацию о том, что проходят вводные технико-экономические вебинары, почему мы говорим про технико-экономические вебинары, потому что по статистике, в принципе, сейчас переходит с вводного технико-экономического вебинара на расширенный 95-100%. Проголосовало 31 человек, в аудитории, в помните, присутствует 98-99 уже фактически человек. Для вводного вебинара это нормальный показатель. Пожалуйста, проголосуйте все. Особенно, я повторяю, для новичков. Очень просто, на самом деле, проголосовать. Нужно нажать нужный вариант и, соответственно, далее нажимаете кнопку «Ответить». И на данном вебинаре, дорогие друзья, мы хотели бы вам донести, насколько в перспективном и нужном на сегодняшний день проекте вы участвуете. Какие глобальные эффективы, переменные и создание новых ценностей, новых проектов несет технология Skyway. И это действительно возможность, которая бывает раз в 100 лет. Соответственно, такие возможности мы категорически не рекомендуем упускать из виду. Также когда-то, если говорить про себя, в феврале 2014 года я присоединился к проекту Skyway. Увидел проект Skyway еще раньше, то есть примерно ноябрь-декабрь, но мой ум не мог поверить в том, что это правда, что это не интернет-проект, что это не пирамида. И только когда я услышал первый вебинар из Сергея Анатольевича Сибирякова, только тогда, когда я услышал первый вебинар, где в маленьком окошечке в правом верхнем углу вещал Анатолий Эдуардович Юницкий, был очень плохой звук. Но я буквально прислушался к информации, потому что информация была гиперценная для меня. В первую очередь, как инженера и механика, в первую очередь, как человека, понимающего техническую сторону проекта. Естественно, начал разбираться. И что могу сказать именно в технической стороне? Я думаю, что до конца многие, и я в том числе, не разберутся еще долго в этом гляденности. Гляденность и опережение мысли, опережение будущего, настоящего именно Анатолия Эдуардовича Юницким. И, соответственно, в этом наше с вами счастье, участие в проекте. Так, напишите, пожалуйста, новички, те, кто не проголосовал в чате. Просто поставьте тогда плюсик, либо нолик. И, соответственно, мы будем понимать, что вы присутствуете первый раз, но вы пока что не проголосовали за нужный вариант, не умеете это делать. Я думаю, что на следующих вебинарах вы уже научитесь это делать. 12 новичков присутствует из 117 людей, то есть чуть меньше 10%. Соответственно, если говорить про голосование, то рекомендую всем голосовать, потому что действительно важно отслеживать статистику, в первую очередь для людей, которые посещают эти вебинары регулярно, потому что цель вводных технико-экономических вебинаров не просто посещение вебинаров и общение здесь с нами на темы на расширенном технико-экономическом вебинаре, но и, естественно, популяризация нашего проекта и возможность информирования о возможности, которые бывают раз в сто лет, максимального количества людей. И вообще, если говорить про проект SkyWay, то он начал свое шествие еще в конце 70-х годов, то есть когда на международной конференции по неракетному освоению космоса была представлена модель Анатолия Владимировича Миницким по выводу промышленности в открытый космос, но все вы прекрасно понимаете, что тогда еще время не то что не пришло, тогда даже интернет еще не появился, тогда пятый технологический уклад в виде таких устройств, гаджетов только начинали свое развитие и шествие в планете. Ну а сейчас для нас это абсолютно привычное явление, сейчас даже ребенок играет на планшете, работает на планшете и, соответственно, это то, без чего на сегодняшний день невозможно представить свою жизнь. И как раз-таки Сергей Анатольевич сформировал концепцию на основе именно теории Сергея Глазева по поводу именно шести технологических укладов, единственное, в чем мы расходимся с Глазевым, в том, что шестой технологический уклад, это будет уже несколько другое ответвление, это будет не просто ответвление, это будет новая индустрия в основе, в базе которой находится именно технология Skyway. И технология Skyway это действительно, на мой взгляд, та технология, тот факт, та информация, которую нужно как минимум знать более чем 99% населения Земли, потому что на самом деле все, как сегодня пользуются средствами общественного транспорта, все, как все пользуются Skype, если говорить про более новые понятия Viber, WhatsApp и так далее, то, соответственно, это детище и порождение пятого технологического уклада, но на самом деле наши дети не будут уже в возможности инвестировать, финансировать корневую компанию Skyway, и, соответственно, я говорю именно про наше поколение, наши это, имея в виду дети, людей моего возраста, но они, соответственно, будут перемещаться, передвигаться из точку А в точку Б фактически мгновенно, и достигать многотысячные в километрах расстояния очень и очень быстро, со скоростью 500-600 км в час, без необходимости простоев, каких-либо пробок, без бешеных пересадок по 6-8 часов, как это бывает в аэропортах, и, соответственно, одна станция имеет потенциал аэропорта, среднего аэропорта Дубая, то есть именно Арабских Эмиратов, и это огромный показатель, который наглядно показывает, что технология Skyway даже в плане пассажиропотока будет максимально эффективна. Как ранее родился пятый технологический уклад и, соответственно, кремниевые технологии на основе пьезоэффекта, так и будет совершена будущая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная и информационная революция, я не побоюсь этого слова, эволюция, и, соответственно, шестой технологический уклад, будущая сеть Transnet, это как раз-таки транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная составляющая, она основана и будет основана на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого. Если говорить про бизнесы, которые это сформируют, то я могу привести сравнение, что за предыдущие месяцы стоимость железной руды с 60 долларов возросла уже снова до 90 долларов, то есть это такое серьезное повышение. Это складывается из того, что увеличивается вследствие сезонности потребности металлургии, и представьте, насколько увеличится потребность металлургии, когда нужно будет строить миллионы километров путевой структуры нового поколения, то есть когда мы будем протягивать именно сеть Transnet, как когда-то, казалось бы, долго должно было быть установлено соединение с сетью Transnet всего мира, но это произошло очень-очень быстро. Не успели и глазом моргнуть, как появился интернет абсолютно везде. И сейчас интернет не приходит, разве что на удаленные территории, на суровый климат, климатические условия, где не пришла инфраструктура, и как раз-таки нога Skyway может вступить на данную территорию, более того, принести с собой готовую инфраструктуру и, соответственно, комфортную, безопасную и дешевую по затратам жизнь. Skyway это действительно, дорогие друзья, недостающее звено в будущем мировой логистике. И многие корпорации на сегодняшний день мечтают о таком внедрении, о такой технологии, потому что это позволит экономить миллионы и миллиарды долларов тех простоев грузов, товаров, которые долгие часы, сутки, иногда даже месяцы прибывают в пути, вместо того, чтобы мгновенно переместиться из точки А в точку Б. Я не говорю про скоропортящиеся продукты, то есть если говорить про регион моего проживания, то из Челябинска в Екатеринбург фактически каждую неделю сотни, сотни автомобилей, иногда даже более ездят, перевозя именно скоропортящиеся продукты. И представьте, мы создадим всего лишь путевую структуру из точки А в точку Б, из Челябинска в Екатеринбург, это не обязательно будет высокоскоростная, потому что достаточно скоростей 100-120 км в час, то есть скорость автомобиля, но без каких-либо дискомфорта перемещения и каких-либо неровностей поверхности пути, чего не скажешь об асфальтовом полотне, которое имеет место быть между Челябинском и Екатеринбургом. И, соответственно, скоропортящиеся продукты на автомате, так как это беспилотная система и подвижной состав не имеет именно человеческого управления, то есть не зависит от человеческого фактора, то можно будет сформировать огромный бизнес именно благодаря только этой потребности, перевозка скоропортящихся продуктов. И, соответственно, таких потребностей очень много, эти потребности реализуются как раз-таки в адресных проектах. Адресные проекты будут формировать ту капитализацию, которую Анатолий Эдуардович Веницкий на самом деле еще в голове заложил в конце 70-х годов. Когда, как я уже и говорил, была представлена модель вывода промышленности в открытый космос, была представлена модель создания орбитальной струнной транспортной системы Юницкого. И так как на тот момент мир не был готов, не был готов не то, что даже к подписанию общепланетарного соглашения, договора, просто время абсолютно не пришло, крайне не пришло. И Анатолий Эдуардович Веницкий столкнулся с первыми трудностями действительно на своем пути, но не отчаялся и от глобального пошел к локальному. И, соответственно, был придуман концепт струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть транспорт второго уровня. Это первое поколение, которое родилось именно в концептах, чертежах еще в конце 70-х годов. И испытания в 2000-х, уже в нулевых, наша современная эпоха, показали и доказали посредством финансирования проекта губернатором Красноярского края Лебедем Александром Ивановичем, который, к сожалению, трагически погиб. И, собственно, одной из фраз Александра Ивановича Лебедя было то, что струнным технологиям действительно быть в России. И сейчас мы можем сказать, что на данный момент, сегодня, настало то время, которое позволяет нам говорить, что мы находимся на предкапитализации, мы находимся на преддемонстрации и сертификации. И время действительно пришло. Если тогда в городе Озера Московской области был продемонстрирован и испытан подвижной состав на стальных колесах, который являлся обычным ЗИЛом, это было подвижной лабораторией, была проведена серьезная экспертиза, ряд экспериментов, научных исследований, которые позволили сказать, что путевая структура действительно испытана, она безопасная. И это даже в качестве доказательства Анатолий Эдуардович Юницкий использовал, когда просто встал под путевую структуру, когда по нему перемещался многотонный ЗИЛ. Более того, в 2009 году, то есть уже после 8 лет существования технопарка, то есть это не техноэкопарк, тогда технология еще не была представлена как экогенная, сейчас она уже экогенная. И, соответственно, в 2009 году проект был презентован президенту на тот момент Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и уже через неделю после Госсовета России по инновациям в транспорте, к сожалению или к счастью, испытательный стенд в озерах был полностью уничтожен. Это было еще одно испытание проекта SkyWay, которое позволило двигаться дальше, которое позволило еще больше улучшить нашу технологию, в первую очередь в уме Анатолия Эдуардовича Юницкого. Далее был ряд переговоров с потенциальными крупными инвесторами, с различными шейхами арабскими, с различными послами, с различными русскими, в том числе крупными олигархами, но все заканчивалось одним и тем же, что технологии желали обладать. Соответственно, за это входя в проекты на абсолютно неравнозначные доли по поводу того, что основной интеллектуальной собственностью являлась именно интеллектуальная собственность Анатолия Эдуардовича Юницкого. Поэтому в 2013 году был представлен метод, который я считаю революционным в продвижении корпорации, это сетевое построение корпорации и произошло начало краудинвестинга в 2013 году. Вы видите слайд, именно вот справа, это октябрьская конференция 2015 года, и действительно присутствовали огромное количество людей, более тысячи людей. Это зал администрации, при администрации Москвы, и, соответственно, при правительстве Москвы, и, соответственно, это сподвижники Skyway, которые изъявили желание приехать и лично поприсутствовать на выступлении Анатолия Эдуардовича Юницкого и представителей различных именно финансообразующих уже составляющих проекта, потому что финансообразующих составляющих стал как раз-таки краудинвестинг, то есть народное финансирование, когда с мира по нитке, когда с мало по велику, каждый из нас с вами может внести вклад в проект и получить в обмен на инвестицию в проект определенную долю, долю, которая может стоить очень и очень дорого, и немало этому примеров, немало этому доказательств в плане Apple, Google, в плане Alibaba, в плане недавно капитализации около Сриф, в плане того, что изобретатель, именно программист WhatsApp, ранее был бедным украинцем, и после того, как он создал WhatsApp, и его купили, именно программное обеспечение WhatsApp, было куплено Facebook за несколько десятков миллиардов долларов, то автоматически этот человек стал миллиардером, а те дольщики, которые имели акции, шеры, стоки, именно в компании WhatsApp на тот момент, стали в одночасти либо миллионерами, либо стали обладать сотен тысяч долларов, собственно, это истории, которые сейчас не заставляют удивляться никого, но многие в это не могут поверить, и как раз таки технология и корпорация Skyway это один из новых подобных примеров, но время очень ограничено, и более того, я могу сказать, что сейчас мы подошли к такому этапу, что в 2016 году, уже до конца 2016 года, может быть закрыта возможность финансирования корневой компании, и, соответственно, сейчас мы планомерно развиваем городской пассажирский транспорт, выводим именно на рынок грузовой транспорт, городской пассажирский и грузовой будут продемонстрированы уже осенью 2016 года, на предстоящем большом празднике Skyway в конце апреля, на нем мы более подробно расскажем, на расширенном техноэкономическом кабинете, будет представлен концерт именно юнибайка, это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт, причем данная стратегия, что очень примечательно, доказывает работоспособность научно-производственного конструкторского предприятия, и вообще гениальные инженерные мысли Анатолия Эдуардовича Юницкого, то, что всего менее полугода прошло до введения данного концепта именно в инженерные расчеты, в дизайнерское проектирование, и вот те обводы корпуса, которые вы видите, это не просто так, это высокая динамичность подвижного состава, и как раз таки подобная красота складывается не за счет промышленного дизайна, именно полета фантазии, дизайнерской мысли, за счет высокой аэродинамичности подвижного состава, то есть наука, просчеты именно серьезной аэродинамичности, как правило, это очень красивая форма, и легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный транспорт в виде проектов уже начал свое внедрение в различных частях света, как по Российской Федерации, так и далеко за ее пределами, это Ирландия, например, сейчас прорабатываются проекты в Европе, то есть это и Эстония, это и франкоговорящие страны, и на самом деле никто не мог вообразить и предположить, что инвестпроводящая система, которая стала спасательным кругом, я говорю про инвестпроводящую систему, и понимая, что это народное финансирование, то есть это наши с вами, дорогие друзья, усилия, это обращение не к новичкам, но к тем, кто уже инвестирует, и я думаю и искренне надеюсь, что новички примут для себя единственное важное правильное решение инвестирования или не инвестирования в подобный глобальный проект, масштабнейший проект сегодняшнего века, и легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт, одноместный юнибайк, вот вы имеете спецификацию даже юнибайк ю4-610, массой не более 300 кг, он получит уже воплощение в жизнь в ближайшие месяцы, более того, я могу сказать, что подвижной состав, сама модель и концепт один к одному, они уже созданы в железе, то есть значительную часть инженерного состава, конструкторского состава, ЗАО «Струнные технологии», получили благодаря именно приюту, так скажем, потому что приют, это абсолютно правильно считают слово, так как люди, которые работали идейно и вдохновляюще над проектом «Емобиль», я думаю, что они были безгранично рады принять участие в таком действительно инженерно обоснованы в таком научном проекте, как проект «Скайвэй». И соответственно все это сейчас происходит на наших глазах. На наших глазах уже идет строительство, на наших глазах перед строительством получена земля, подписан договор, на наших глазах произошли многие события, которые предшествовали вот этим замечательным результатам, которые были достигнуты, и такой небольшой экскурс мы проведем на расширенном технико-экономическом вебинаре, но одно я могу сказать, что такие преимущества, которые несет в себе технология «Скайвэй», не обладает ни одна технология в мире, транспортная в первую очередь технология в мире. То есть покажите мне, где скорость перемещения может достигать именно транспорта второго уровня при максимальных шумовых эффектах, при минимальной вибрации, деформации, путевой структуры и так далее. При минимальном износе путевой структуры, то есть долговечность очень и очень высокая в районе века, это можно сравнить с вантовыми мостами, с минимальной стоимостью передвижения, то есть это огромная социальная направленность, и более того я могу сказать, что пришло время на самом деле, сейчас если говорить про транспорт дальшего будущего, именно говорить про пассажиропоток, пассажироперевозки, то перевозки пассажиров и проезд должны стремиться к минимальной стоимости проезда, как примерно сегодня мы ничего не платим за скайп, мы ничего не платим за соединение, допустим, на этот вебинар, то есть вы заходите свободно, вы платите просто вашему провайдеру за пользование сетью, и на самом деле, я думаю, что также будут возможны к внедрению подписки, кто-то будет возможно подписываться вообще на Unibike, не имея возможности обладать им, хотя стоимость именно в промышленном масштабе уже в конвейерном производстве Unibike будет не дороже 10 тысяч долларов, то есть это народный автомобиль второго уровня, народный рельсовый автомобиль, и соответственно та экологичность, которую несет в себе проект Skyway, невозможно сравнить ни с одним транспортом, то есть это абсолютная ресурсность и ориентированность именно на воссоздание природы и изначального облика вида нашей планеты, естественно это очень серьезная инновационность, которая не имеет конкурентов на сегодняшний день среди аналогов вообще в мире. И что хотелось бы донести до новичков, в первую очередь хотелось бы, как я уже сказал, чтобы вы понимали, что высокие экономии в топливе и в ресурсах, материалах, в снижении сезонности работы и так далее, все достигается за счет высокой аэродинамичности подвижного состава. То есть коэффициент аэродинамического сопротивления возможен к достижению 0,05, а раньше мы позиционировали это 0,075, недавно были проведены, проведена продувка в Санкт-Петербургском исследовательском центре, то есть это именно сейчас будет установлен новый коэффициент аэродинамического сопротивления и лично я думаю, что Анатолий Эдуардович Единский объявит торжественно от новых достигнутых результатов. Но, друзья, одно я могу сказать, что уже сейчас коэффициент аэродинамического сопротивления значительно лучше, чем у Бугатти Верон, значительно лучше, чем у современного спортивного самолета, то есть современной авиации и представьте себе, что вы будете перемещаться на таком подвижном составе без угрозы вашей безопасности, абсолютно комфорта перемещаясь и экономия значительное количество как топлива, так и материала при строительстве и эксплуатации. То есть 100 грамм на пассажира покажите мне такое транспортное средство, которое смогло бы достичь таких показателей. 2-3 литра на расход топлива на 100 километров покажите мне, есть ли такие транспортные средства именно с возможностью перемещения, если говорить про небайки до 120 километров в час, если говорить про высокоскоростные подвижные составы, то это до 600 километров в час. И соответственно, чтобы вы понимали, дамы и господа новички, что такое струна. То есть это предварительно натянутая неразрывная закрепленная на концах анкерных опор эстакада, то есть конструкция. И соответственно она состоит, имеет казалось бы очень простое строение, то есть это проволоки стальные, которые соответственно напряжены, растянут, закреплены, далее они закрепляются, чтобы не болтались и так далее. Проволоки могут быть толщиной 3 до 5 миллиметров в зависимости от применения. Далее идет обналичивание специальным наполнительным специальным составом. И далее ставится стальная головка рельса, которая по внешнему виду не отличается особо от традиционного рельса, но она также инновационная и имеет ряд запатентованных ноу-хау, соответственно получается легкая ажурная путевая структура. И чего не скажешь о современных автомобильных эстакадах, когда посмотришь вверх и весь взор закрывает примеру эстакада мостовая конструкция, когда допустим путешествуешь Японии в Китае и без слез не взглянешь на транспорт высокоскоростной. То есть что ждет экологию этой страны, потому что каждая именно технология например САПСАН высокоскоростная технология первого уровня это фактически перерезание поверхности и создавание эффекта низконапорной плотины. И если вы перемещались на САПСАН вы я думаю все прекрасно замечаете что слева засушливая территория с другой стороны соответственно заболоченная местность и это огромный урон экологии это невозможность перемещения животных это невозможность движения грунтовых и почвенных вод это огромный урон экологии соответственно если формируется урон экологии и если будут продолжать строятся тысячи и, не дай бог, миллионы километров подобных подвижных составов, подобных именно птивых структур, именно первого уровня, абсолютно наиболее материалоемких по сравнению с технологией SkyWay, то я не позавидую этому государству, той стране, которая продолжит развиваться в данном векторе и в данном направлении. И самая приятная новость для вас, дамы и господа новички, что на самом деле сейчас, здесь сейчас уже ведется строительство, то есть строительство Экотехнопарка началось в менее года, и я могу привести пример, то есть это свежие материалы, свежий фотоотчет именно по строительству анкерной опоры, которая является одновременно станцией. Почему анкерная опора? Потому что она принимает на себя всю нагрузку и все напряжение от перемещающегося подвижного состава и, соответственно, от натяжения вообще путевой структуры. И я вот такое увидел сравнение невербальное, хотел бы его озвучить на вебинаре. Все вы знаете об индексе именно безопасности страховых компаний. Замечаете ли вы, или может быть только я замечаю, три буквы А, то есть это наивысший индекс безопасности, совпадение это или нет, но опять же, все это было создано не просто так, это не задумка, это для устойчивости конструкции и для максимального удешевления вообще конструкции анкерной опоры. Более того, на крыше станции будет озеленение и это будут зеленые крыши, которые в свою очередь несколько месяцев назад, уже более четырех месяцев назад получили Гранд Про ООН, именно как озеленение крыши. И сейчас многие дизайнеры применяют это в городах. На наш взгляд, города будущего должны быть как раз таки с зелеными крышами. И на самом деле, дамы и господа, всего этого не было чуть более года назад, только начиналось строительство, уже был сформирован достаточно серьезный пул инвестирования, достаточно серьезные инвестиции пришли уже от народного финансирования, от краудинвестинга. И это тот путь, который был выбран как раз таки Антон Эдуардовичем Юницким. И это тот путь, который позволил дни и ночи действительно работать инженером, конструкторам, рабочим на территории технокопарка. Это Марина Горка, Минская область. И мы всех приглашаем, именно те, кто уже участвует в проекте, те, кто может быть только присоединяется, посетить наш экотехнопарк, увидеть это все воочию на празднике Skyway в конце апреля. То есть это 23-24 апреля. И, друзья, это действительно стоит того, потому что уже установлены 19 промежуточных опор, доделывается строительство второго этажа анкерной опоры. И вот-вот уже поедут подвижные составы. Друзья, я думаю, что это действительно великолепная причина. То есть это железобетонные аргументы в намерениях компании серьезно развиваться. И, соответственно, то, что мы видим в развитии наших глазах, и то, что мы не видим, это скрытые договоренности по адресным проектам, о которых инвестор узнает уже по получению дивидендов. Это очень-очень серьезные рынки. То есть это как регионы и районы Российской Федерации, так и удаленные районы Российской Федерации. То есть Сергей Анатольевич более подробно расскажет про концепцию газификации страны, именно по удаленным регионам и районам, при приходу туда инфраструктуры. И, соответственно, есть проекты действительно на сотни миллионов и миллиарды долларов. От этого будет формироваться сумасшедшая капитализация, на наш взгляд, и теоретически примерно в 10, может быть в 100 раз, уже даже к 2017 году. Теоретически, потенциально, в возможной перспективе я всегда эти слова буду повторять, потому что наш проект не перестает пока что быть венчурным. Он перестанет быть венчурным, когда действительно произойдет закрытие возможности финансирования в корневую компанию. И когда ценность Skyway все будут понимать, но возможности инвестировать уже не будет. Это может произойти до конца 2016 года. Все присылки к этому есть. Не зря ведущие эксперты в своей отрасли. То есть Жириновский Владимир Вольфович, Гришин Сергей Анатольевич, Хазин Михаил Геннадьевич, Делягин Михаил Геннадьевич, все эти люди неоднократно отзывались о Skyway. Проявите действительно интерес к проекту, дамы и господа. Я рекомендую вам на данной стадии, именно как бы сделал я, присоединившись на данной стадии к проекту, я бы развивал проект бурно и мощно. Я не говорю уже про просто регистрацию и получение в подарок стартовой доли в 100 акций. Но акций Skyway никогда не может быть много, хорошего много быть не может. И действительно это возможность, которая бывает раз в 100 лет, это великолепная возможность уже здесь и сейчас встать и действительно бежать, рассказывать о Skyway окружающим людям. Потому что потом они вас будут благодарить, что вы им дали такую возможность, вы им дали такую информацию вовремя. К сожалению, я не услышал информацию про биткоины в 2010 году. Сейчас я значительно мог приумножить свое финансовое состояние, но в тот момент я не услышал. Зато я услышал про Skyway и чему несказанно рад. Я надеюсь, что вы также будете рады, счастливы и довольны, дамы и господа новички, что вы услышали на данном вебинаре и от своих пригласителей по поводу этой бесценной информации. Сергей Анатольевич, вам слово. Добрый вечер. Как видно, как слышно. Отлично. Отлично. Спасибо, Алексей. Вот это особенно обращаясь для новичков, которые только зашли. Алексей, я считаю, очень квалифицированно, очень грамотно, очень емко описал суть проекта, показал направление, в котором движемся, дал определенные ему свойственные. Алексей соединился к проекту в марте 2014 года, когда была наша первая конференция. Я первый раз его тогда увидел, когда мы после вебинаров решили воочию собрать единомышленников. И с этого, можно сказать, начался такой старт краудинвестинга. Поэтому я могу со своей стороны только добавить и сказать, что за эти два года, когда мы вышли на краудинвестинг, и Юницкий, как инженер, спроектировав инженерную систему Skyway, спроектировал краудинвестинговую систему, то есть которая обеспечит каждому желающему рискнуть небольшими инвестициями и таким образом профировать большой проект. Это, я могу сказать, было очень смелое и сложное решение на 2013-2014 год. Я не сразу его поддержал и понял, потому что одно дело работать с крупными инвесторами, с главами корпораций, с главами государств, с крупнейшими инвестфондами. И другое дело, предложить такой сложный для восприятия, инновационный, действительно инновационный проект такому большому количеству участников было смелое решение. Но сегодня я могу сказать, что это единственно правильный. И за те два года, что уже почти два с половиной года, что двигается проект, достигнуты настолько серьезные технические результаты, научные результаты, технология продемонстрирована и готова сегодня уже к тому, чтобы действительно вести реальную борьбу за место на рынке с ведущими компаниями, производителями. Это все благодаря тому, что интернет создал информационную среду, финансовая сфера в интернете позволила сегодня создавать краудинвестинг, а мы предложили реальную технологию, продукт, который действительно нужен всем, который действительно востребован и который действительно сегодня развивается. И поэтому то, что сегодня Минтрансэкспертный совет признает инновационную технологию Юницкого как наиболее перспективную в транспортной отрасли, то, что сегодня уже ведутся предконтракты и проектируются уже предпроекты, делаются трассы во многих и во многих городах и регионах, не только России и стран СНГ, но и мира. Это как раз результат того, что мы, как сообщество людей, которые объединились под одну идею Skyway, которые, используя финансовые и юридические инструменты, которые предложил президент группы компаний Юницкий, как генеральный директор и генеральный конструктор технологий, это сегодня дает свои результаты и однозначно можно сказать, что сегодня мы движемся с самыми большими шагами к тому, чтобы демонстрировать технологию, защищать технологию, сертифицировать технологию и уже запускать компании, которые с применением технологий будут капитализировать интеллектуальную собственность и будут выплачиваться те венчурные премии, которые сегодня закладываются в дискаунт. Поэтому, друзья, я могу сказать для тех, кто, то есть вы уже обратили внимание, что первый вебинар в 19 часов технико-экономический ориентирован в основном на новичков, это те, кто только заходят, пускай их сегодня по 20-25 человек на каждом вебинаре, вот это очень важно, но с другой стороны, мы абсолютно осознанно разнесли вебинары для новичков и для тех, кто в проекте, потому что ту информацию, которую мы будем давать позже, обычно у нас по традиции 5 минут перерыв, во время которых идут последние репортажи с строительства, и мы показываем, что сделано там за неделю, месяц, какая работа ведется, и, соответственно, переходим потом к обсуждению, тем более, что сейчас таких событий, и это все будет больше и больше, и мы с вами будем смотреть и увидеть сегодня, как технология реально шагает, как она развивается, как появляются все новые партнеры, инвесторы, вот, и сегодня действительно, я уже могу сказать это не понаслышке, я активно по просьбе Анатольда Ача Юницкого занимаюсь такой работой, это сегодня проведение прямых консультаций с крупными инвесторами, потому что возникает большое количество людей, ко мне обращались и раньше много наших партнеров из регионов, из различных стран, которые ведут переговоры, и им не хватает информации, не хватает аргументации для того, чтобы довести информацию до крупных инвесторов, до состоятельных людей, до мэров, просто чиновников высокоуровня, и здесь как раз мы с Алексеем, обладая довольно-таки большим опытом и постоянно, у нас есть очень жесткие, четкие поставленные аргументы, которые отвечают на все вопросы, и вот я как раз по просьбе работающего как консультант в том плане, что веду переговоры вот с такого рода бизнесменами и чиновниками, и это дает тоже очень серьезный результат, что помимо того круга, который я привожу лично, людей, потому что появились уже инвесторы, я не раз это говорил, уже и 100, и 150, и 200 тысяч долларов, и сегодня вот это сложное экономическое время, когда инфраструктурных проектов, которые позволяют приносить долгосложную прибыль на инвестиции, их сегодня все меньше и меньше, в России затягивающимся и начинающимся раскручиваться серьезно таким экономическим, экономическим, ну скажем так, потрясениями и сложностями, связанными с внешнеэкономической конъюнктурой, там с падением цены на нефть, с падением на газ, с противостоянием с западным миром, который сегодня только-только набирает обороты, то как раз сегодня, многие, кто раньше не задумывались над тем, куда вкладывать инвестиции, и не замечали проект Skyway, сегодня смотрят уже совсем по-другому, а еще и ряд той информации, которую сегодня мы с Алексеем владаем, позволяет говорить о том, что сегодня для крупного бизнеса инвестиции в Skyway становятся уже не таким утопичным, как могло показаться еще полгода назад, год назад, и пример тому, это сегодня уже создание ряд партнерских компаний и с ведущими политиками и бизнесменами Австралии, и сегодня уже ведение прямых переговоров с запуском проектов и в Израиле, и во Вьетнаме, и в Монголии, и, друзья, сегодня уже трудно перечистить юны, и это как раз результат той работы, которую мы с вами провели, потому что Юницкий, когда вышел из Министерства транспорта, мы с ним буквально через несколько минут он еще встретились, он был еще в таком запале после многочасовой общения с экспертами, а я могу сказать, что первая встреча проходила в крайне агрессивной среде, когда собрались 31 эксперт, причем все они представители разных технологий, разных компаний, научных кол, естественно, они все были настроены отрицательно по отношению к технологии, с точки зрения конкуренции, прежде всего, и на протяжении потом практически трех месяцев, основной работы, они признали о том, что технология на сегодняшний момент инновационная, и что ни одна сегодняшняя технология, которая уже есть на рынке, по характеристикам даже не может соперничать близко с технологией Skyway. И это, я вам могу сказать, друзья, как раз результат того, когда Юницкий показывал репортажи с Мариной Горки, когда показывал чертежи, когда показывал результаты продувки в аэродинамической трубе, когда показывал испытания моделей, вот, то у всех вызывало только одно недоумение, как это можно было сделать без участия государства, без участия крупного инвестора, и без такой поддержки, которая сегодня признана традиционной. А поддержка, которая у нас была, это только десятки, сотни тысяч людей, которые зарегистрированы в проект, это десятки тысяч уже прямых инвесторов, которые сегодня пришли, и только благодаря народному финансированию, краудинвестингу, сегодня получены те результаты, которые можно показать, которые можно обосновать, и которые сегодня являются единственным неоспоримым аргументом в научном споре. И этот спор научный Юницкий не то что выиграл, он подтвердил свою правоту, хотя, друзья, у нас нет было никакой незадачи, ни спортивного интереса, ни научного интереса доказать. То, что мы делаем, мы абсолютно четко знаем, что и как, и, соответственно, какие результаты мы будем достигать. А наша задача, друзья, это выходы на конкретные бизнес-проекты, на создание конкретных предприятий, которые будут использовать технологию Skyway, решать сегодня сложнейшие задачи. И таких проектов сегодня, я говорю, уже десятки и десятки, и они сейчас развиваются все в разных направлениях, и все на разных континентах, на разных, соответственно, направлениях, это и грузовые, и пассажирские скоростные, и пассажирские городские, и расшивка пробок, и, как Алексей уже говорил, это точка входа, то есть там, где сегодня спортивно-туристические трассы, это все именно такая многогранность, и то, что сегодня есть на рынке транспортных и спортивно-туристических технологий. И здесь можно сказать, что группа компаний Skyway, холдинг Skyway, он является в этом неоспоримым лидером, потому что более 35 лет исследований и разработок инженера Юницкого, потом десятки лет уже практического внедрения, строительство первого испытательного полигона в городе Озера в 2001 году, презентация на всевозможных уровнях и форумах, и в стране, и за рубежом, все это дало очень серьезный результат, и сегодня мы уже находимся на стадии русской технологии. Если говорить о терминологии Сергея Юрьевича Глазева, который дал характеристики различных технологических укладов, и мы с вами вслед за информационной революцией сегодня шли к транспортной революции, это ни у кого уже не вызывает никаких сомнений. Если кто-то будет утверждать, что информационной революции за последние 10-15 лет не произошло, я ему просто не поверю, потому что я до сих пор не могу привыкнуть, когда шестилетняя книжка приходит и говорит, что я вот сейчас занимаюсь английским с учительницей из Болгарии, и у меня упал интернет. То есть, так сказать, папа, а какой у тебя интернет был в детстве? Ему трудно объяснить, что не то, что в детстве, не то, что когда я заканчивал институт, потом аспирантуру, потом докторантуру, то я еще понятия не имел, что такое персональный компьютер, и у нас был один стационарный компьютер на все экономическое отделение. Вот, поэтому это, друзья, тоже веление нашего времени, и когда по скайпу мои дети общаются с бабушкой, которая живет на границе Алтайского и Кемеровской области, и проблема у моей мамы о том, что у нее на первом этаже интернет плохо, а надо подниматься на второй, а еще 10 лет назад туда позвонить было практически вообще невозможно. Вот, это все, друзья, веление времени, это все информационная революция, это пятый технологический уклад, мы знаем героев этого времени, мы знаем такие корпорации, как Microsoft, как Apple, мы знаем создание Facebook, хотя даже сегодня очень известные и серьезные профессора в области экономики до сих пор не представляют, за счет чего капитализируются, и почему сегодня Марк Сукенберг является шестым по капиталу в мире, и что этот мальчик такого сделал, чтобы сегодня обладать вот таким капиталом, то есть это сегодня надо понимать, что такое сетевое построение корпорации, что такое информационное поле, что такое владение информационным пространством, соответственно, это, друзья, все новое время, и сегодня, вслед за информационной революцией, вслед за интернетом, как агрегированным понятием, приходит следующая технологическая революция, ядром которой будет транснет, транснет это суммные технологии инженера Юницкого, и, соответственно, транснет это также агрегированное понятие, как и интернет, которое показывает стержень и показывает основную технологию технологического уклада. И интернет это пятый уклад, это последние 30 лет, сегодня созданы все предпосылки, чтобы вошел новый технологический уклад, шестой, для того, чтобы делать следующий цивилизационный и следующий шаг, и, соответственно, мы являемся ядром, мы это развиваем, и мы находимся впереди, у нас есть фора, и мы не собираемся никому ее отдавать, мы собираемся делать кампании, развивать корпорацию, запускать проекты, и дальше двигаться семимильными шагами, потому что, чтобы сегодня создавать и развивать новый, на наш взгляд, самый интересный и самый мощный бизнес. Поэтому нам не зазорно, чем мы сегодня занимаемся, нам есть, что показать, есть, что рассказать на любого уровня вопроса, которые сегодня задаются. У нас отработана сегодня абсолютно четкая юридическая система, которая позволяет работать с любым инвестором любой страны, любого точки мира, которая позволяет через краудинвестинг осуществлять информационное обеспечение, информацию юридическое обеспечение, то есть, чтобы защитить с юридической точки инвестора и партнера, который входит, и, соответственно, именно сама финансовая система, которая позволяет анонсировать сегодня строительство экотехнопарка в Мариной Горке. Поэтому, друзья, мы сегодня движемся, и для нас сегодня строй, скайвей, спасай планету, это не пустые слова, для нас это руководство к действию, и мы это, друзья, с вами вместе делаем. Поэтому, кто первый раз сегодня услышал о проекте, я вас приветствую в нашей группе, в нашей компании, в нашей сообществе, которое сегодня активно двигается. Кто информацию получил, и ему достаточно, чтобы двигаться дальше, он заинтересовался, поэтому я думаю, что мы увидимся еще с вами буквально через пять минут на следующем технико-экономическом вебинаре традиционном посредом. Ну, а тех, кто разочаровался, кто не получил ответа на вопросы, которые есть, друзья, значит, с вами мы прощаемся. Единственное, что у меня к вам просьба, следите за проектом, смотрите и не говорите, что я этого потом не слышал, когда придет свое время, и когда вы увидите результаты того, что сегодня мы, те, кто поверил, те, кто движется, те, кто развивает и реализует проекты. Поэтому венчурные премии, которые там два, два с половиной года назад, один к двум с половинам тысячам, к двум тысячам, к тысяче, это кто зашел еще год назад, вы помните, что сегодня снижение этих дискаунтов, это обусловлено снижением рисковости, увеличением количества участников, и, конечно, в том, что приходят сегодня серьезные игроки для того, чтобы дальше развивать технологию. Поэтому краудинвестинг свою сложнейшую задачу выполнял, выполняет, и еще какое-то время будет выполнять, потому что это все, друзья, создано только благодаря нашей совместной работе. Ну вот, друзья, давайте сейчас у нас небольшой перерыв, а дальше продолжим нашу работу, и, соответственно, будем двигаться дальше по развитию проекта SkyWay. Друзья, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok